Добрый день, дорогие студенты! Сегодня мы начинаем новую дисциплину, которая называется палиативная помощь. И лекция номер один, концепции палиативной помощи, включает следующие разделы. Это концепции палиативной помощи, палиативная помощь как медицинский подход и принципы палиативной помощи. Какова же цель палиативной помощи? Это улучшить качество жизни людей страдающих тяжелыми заболеваниями, предлагая пациенту разнообразную помощь и уход. Для достижения наилучшего качества жизни пациентов и их семей, независимо от стадии заболевания, используются различные методы, которые включают в себя палиативную помощь, или потребность в другой терапии, соматической и не соматической, для облегчения состояния пациента. Что же такое палиативная помощь? Палиативная помощь это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов, взрослых и детей, их семей, которые сталкиваются с проблемами, связанными с угрожающей жизни заболеваниями. Это определение было опубликовано в программе об оказании палиативной помощи в Женеве в 2016 году на заседании Всемирной организации здравоохранения. Палиативная помощь это молодая дисциплина и она приобретает свое развитие во всем мире, как область медицины особой клинической важности. Это подход, который улучшает качество жизни пациентов и их семей, независимо от того, какое заболевание или с какими проблемами, связанным с опасными для жизни состояниями сталкивается семья или пациент, посредством предотвращения и или облегчения страданий, посредством раннего выявления и безупречной оценки лечения боли и других проблем физических, психосоциальных или духовных, с которыми сталкиваются пациенты. И в целом палиативная помощь направлена на облегчение симптомов и улучшение качества жизни и смерти человека и его семьи, которые живут с опасным для жизни заболеванием. Палиативная помощь направлена на предотвращение и облегчение страданий любого рода. Я уже говорила, это и физические, психологические, социальные или духовные страдания. Они могут испытываться, взрослыми людьми и детьми, живущими с медицинскими проблемами, которые ограничивают срок их жизни. Этот подход способствует сохранению достоинства, качества жизни пациентов и адаптации пациента и членов их семей к прогрессирующим заболеваниям путем использования наиболее достоверных фактических данных и медицинских услуг. Палиативная помощь направлена на то, чтобы помочь людям, и в связи с этим были разработаны различные направления. Но следует подчеркнуть, что палиативная помощь это новое молодое направление в медицине. В 1996 году палиативная помощь была включена в индекс медикус как дополнение к имевшимся на тот момент определением терминальной помощи, которая была создана в 1968 году и хоспис, который был создан в 1980 году. Современный хоспис это относительно недавняя концепция, которая зародилась и получилась в распространении Великобритании после основания хосписа Святого Кристофера в 1967 году. Основательница хосписа Сиселли Сондерс, она долгое время работала с умирающими больными, занималась их проблемами и соответственно наиболее плотно погружалась во все проблемы эмоционального характера и социального характера, с которыми сталкивались пациенты и их семьи. И соответственно Сиселли Сондерс является основательницей современного хосписного движения. В мире палиативная медицина была признана специальностью в Великобритании, например, только с 1987 года, а в Австралии и Новой Зеландии с 1988 года и в Канаде с 2001 года. И только в 2014 году впервые была создана глобальная резолюция по палиативной помощи Всемирной Организации Здравоохранения. И определение Всемирной Организации Здравоохранения, палиативная помощь, это неотъемлемый элемент потребностей людей в медицинском обслуживании. В Российской Федерации появились нормативные документы и палиативная помощь приобрела свой статус в 2011 году, когда был опубликован федеральный закон 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Под палиативной помощью понимается в нашей стране комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых последствий заболевания в целях улучшения качества жизни больных. Я думаю, что это определение нужно помнить, потому что оно входит и в нормативные документы, и оно очень емко отражает концепцию палиативной помощи в нашей стране. Нормативные документы, по которым работает эта дисциплина, опубликованы на слайде. Это и проект «Регионы заботы», это методические рекомендации Минздрава о планировании оказания услуг палиативной помощи. Это пособие было сначала опубликовано для руководителей программ палиативной помощи, рекомендовалось к использованию главными врачами. И в целом вся концепция палиативной помощи изложена в положении об организации оказания палиативной медицинской помощи, опубликованной в 2019 году. Но следует рассказать о том, что палиативная помощь, она чрезвычайно нужна, потому что с необходимостью помощи больным, которые страдали неизмечимым заболеванием, сталкивались очень давно. Но внимание к этой проблеме усилилось только в нашем веке, потому что в начале 21 века человечество столкнулось с проблемой глобального старения населения. В развитых странах люди стали жить дольше, все больше людей преодолевает 65-летний рубеж, достигает преклонного возраста, одновременно растет число людей со злокачественными наобразованиями, с тяжелыми соматическими заболеваниями взрослого возраста. Например, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество ежегодно регистрируемых новых случаев онкологических заболеваний в мире возросло в 2014 году по сравнению с 2013 годом с 12,5 до 14 миллионов случаев, а смертность от онкологических заболеваний с 7,6 до 8,2 миллионов случаев. Это всего лишь пример за год. Учитывая нынешнюю ситуацию и ситуацию с пандемией, безусловно, тяжесть неизлечимых состояний легла на плечи в большей степени и родственников больных, не только системы здравоохранения. И статистику о смертности мы, безусловно, знаем, она постоянно предъявляется в средствах массовой информации, но это касается статистики, в настоящее время связанной только с перенесенной, связанной с ковидной инфекцией. Но обратите внимание на слайд. По статистике в Российской Федерации ежегодно умирают около 300 тысяч онкологических больных, а по прогнозам к 2030 году эти показатели могут увеличиться примерно на 70% и составить 21,6 миллионов человек. Это прогнозы, которые публиковались в 2019 году, и, соответственно, с учетом осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции эти показатели, безусловно, возрастут. Термин «паллиативная помощь» все чаще используется в отношении других заболеваний, отличных от рака. Это могут быть хронические прогрессирующие легочные заболевания, почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, состояние ВИЧ-инфицирования и СПИДа, прогрессирующие неврологические заболевания. Даже на сегодня, несмотря на развитие медицины, есть большое количество видов онкологических заболеваний, которые незаметно и бессимптомно развиваются в течение значительного времени, прежде чем человек обращается за помощью. Чаще всего он обращается за помощью уже в терминальной стадии, когда оперативное вмешательство или медикаментозное и химическое вмешательство невозможны, и в этом случае человек нуждается в специализированной симптоматической терапии. Но в рамках неизлечимых заболеваний мы говорим об сочетанной помощи, и, безусловно, это уже специализированная медицинская помощь людям с серьезными заболеваниями, которая направлена на облегчение симптомов, боли, стресса, вызванных этим серьезным заболеванием, независимо от диагностических суждений. И в целом это описание подходит под термин «паллиативная помощь». Еще раз хочу сказать, что цель палеативной помощи – это улучшить качество жизни пациента и его семьи. Отдельно хотелось бы рассказать об палеативной помощи детям. Обратите внимание на статистику. Заболевания центральной нервной системы у детей нуждаются в палеативной поддержке. 72% заболеваний центральной нервной системы у детей неизлечимы, и, соответственно, они требуют оказания палеативной помощи. 21% – это онкологические заболевания детского возраста, и всего лишь 7% – это другие заболевания, имеющие хронический характер, серьезные и малоизлечимые. Потребность детей в палеативной помощи растет, и она варьируется в зависимости от нозологических групп и кодов международной классификации болезней. В таких параметрах, например, болезни нервной системы, потребность в палеативной помощи у детей – это 80%. В рожденные аномалии и пороки развития – хромосомное нарушение – всего лишь 9,1%. Новообразование, онкогематологические заболевания – 5%. Психические и поведенческие расстройства – 2,3%. Болезни эндокринной системы, метаболические нарушения расстройства питания и обмена веществ – 1,3%. И травма, отравление и другие воздействия внешних причин – 0,9%. Но у нас на слуху всегда дети с онкогематологическими заболеваниями. И в средствах массовой информации, в публикациях общего характера, в немедицинских журналах обращается внимание преимущественно на таких детей. И безусловно, дети с болезнями нервной системы, с рожденными аномалиями, а их оказывается большинство, то есть это 89%, они остаются вне оказания такой помощи. Чаще всего они находятся в домах-интернатах или в специализированных больницах, не связываются со своей семьей. И безусловно, качество жизни таких детей очень низкое. И поэтому внедрение принципов палеотивной помощи в общую медицину и организация учреждений, оказывающих палеотивную помощь вне и в медицинских структурах, безусловно, является очень важным направлением в настоящее время. Принципы оказания медицинской помощи – это прежде всего уважение, симпатия и выбор целей умирающего. В отличие от целей и задач ургентной медицины, это всеми способами бороться с острым состоянием, принципы палеотивной помощи ориентированы на самого пациента и ориентированы на членов его семьи. Соответственно, следующий принцип – это интеграция психологических и духовных аспектов в уход за пациентами, учет их особенностей, личности, учет их духовных предпочтений и помощь в приобретении таких услуг в рамках медицинского учреждения. Гибкие системы поддержки, которые позволят пациентам жить максимально активно до самой смерти, подразумевают под собой и внутри медицинских учреждений варианты палеотивной помощи и вне, по типу ухода за больными, развитие их духовных способностей, с ориентацией и на пациента, и на его предпочтения. Соответственно, следующие принципы палеотивной помощи включают в себя ориентацию на пациента, а не на болезнь, обеспокоенность исцелением души пациента, в целом исцелением пациента, а не лечением, которое проводится, и минимизацией негативных последствий лечения у больных, страдающих серьезными неизлечимыми заболеваниями. Психологический аспект палеотивной помощи включает в себя помощь в переоценке жизни, помощь в восприятии, например, процесса умирания как естественного состояния в жизни любого человека, как части жизненного цикла. Палеотивная помощь считает, что любой человек может знать полностью о своей болезни, если он задает такие вопросы. И каждый человек должен считать жизнь и смерть нормальным физиологическим процессом. И, соответственно, помощь может оказываться в этом случае в виде обеспечения ухода в конце жизни с достойного для каждого пациента. Следующий принцип палеотивной помощи связан с организациями, которые участвуют в процессе ее оказания. Это и обучение поставщиков медицинских услуг, и проведение соответствующей политики в системе здравоохранения, и адекватное финансирование от страховых компаний и правительства. Безусловно, в эпоху кризисов палеотивная помощь не будет первой медицинской сферы, куда будут тратить средства государства. Соответственно, создаются фонды помощи негосударственного характера, например, помощи детям с онкологическими заболеваниями, помощи взрослым больным, страдающим нейродегенеративными расстройствами, помощи семьям детей, страдающих хроническими заболеваниями психической сферы, например, помощь семьям детей, больных аутизмом, или помощь семьям детей, больных рассеянным склерозом, или детским церебральным параличом. И в меньшей степени внимание уделяется другим больным, страдающим хроническими заболеваниями, например, почек, сердечно-сосудистой системы, заболеваниями легких. Потому что это долгие заболевания, и больные преимущественно находятся или дома, или в лечебных учреждениях. И, соответственно, по отношению к таким больным, один из принципов палеотивной помощи – это снятие болезненных ощущений, связанных с болезнью непосредственно, снятие других неприятных симптомов, связанных с медицинскими манипуляциями. И объяснение пациентам о том, что исход нужно принимать, но принимать его достойно. И, соответственно, задача палеотивной помощи в рамках этой концепции – это создать способы обеспечить достойный уход в конце жизни. То есть я хочу подчеркнуть, что палеотивная помощь не стремится отдалить или ускорить наступление смерти. Ее основная задача – это облегчить состояние пациента, принять необратимые процессы и улучшить качество жизни пациента, страдающего неизлечимым заболеванием. Еще одно определение, которое вы должны знать, это термин «палеотивный подход». Палеотивный подход означает улучшение качества жизни людей, сограничивая жизнь с заболеванием и их семьей путем уменьшения их страданий за счет раннего выявления, оценки лечения боли, физических, культурных, психологических, социальных и духовных потребностей, что подразумевает комплексность воздействия на пациента. И здесь бы я еще хотела сказать, что по отношению к палеотивной помощи до сих пор существуют мифы о ней. Например, миф, что нельзя оказывать раннее противоболевое лечение, потому что пациенты могут пристраститься к обезболивающим. И, соответственно, любые препараты, которые имеют мощный аналогизирующий эффект, а чаще всего это препараты, которые имеют и какой-то эффект, связанный с наркотическим воздействием или вызывающий зависимости у здоровых людей. Но в этом плане хотелось бы подчеркнуть, что у больных, страдающих хроническими, тяжелыми болевыми синдромами, раннее обезболивание улучшает качество их жизни, независимо от того, какой исход будет у этого заболевания. И цель палеотивной помощи – это обеспечить достойное существование и проживание своей жизни каждым пациентам. Соответственно, этот миф, он не имеет места быть. Второй миф, что палеотивный подход или палеотивное лечение предоставляется только в больнице. На самом деле нет. Существует колоссальное количество амбулаторных учреждений, существуют внемедицинские службы, оказывающие палеотивную помощь, существуют службы, которые оказывают помощь родственникам, тяжело больных людей, или которые обеспечивают совместное взаимодействие и пациента, и его семьи с медицинскими структурами, что облегчает страдания больных. И еще один миф, что палеотивное лечение стоит дороже. Этот миф связан, по всей вероятности, с тем, что считается, что палеотивный уход оказывается в каких-то частных, очень дорогих заведениях или интернатах, где обслуживание людей стоит очень дорого, но на самом деле улучшить качество жизни людей с ограничивающими жизнью заболеваниями их семей, в том числе, можно и на дому. И для этого существуют бригады, которые оказывают и уход на дому, или обеспечивают доставку пациента в медицинское учреждение для оказания ему каких-то манипуляций вне очереди и оказывают поддержку семье, рассказывают, как лучше обращаться с больным, рассказывают о его состоянии, о лечении, о прогнозах заболевания, о механизмах действия лекарств, таким образом, снимая пласт ответственности или обиды, или чувство вины родственников по отношению к этому пациенту, или наоборот, облегчая уход за пациентом, членами семьи. Например, болезнь Альцгеймера, она ухудшает качество жизни не только самого пациента, а болезнь Альцгеймера снижает качество жизни как минимум 4-х человек семьи этого пациента, потому что этот человек нуждается в ежедневном наблюдении и уходе, он нуждается в постоянной помощи при проведении любых мероприятий дома, от одевания до приготовления еды, умывания, заботы о себе или заботы о доме или каких-то животных, которые у него были. И, соответственно, страдает не только сам человек, страдает вся семья. И в этом задача палеоативного подхода улучшить качество жизни людей, которые находятся в непосредственной близости с пациентом, страдающим хроническим неизлечимым заболеванием, и членов их семей, безусловно, тоже. Следующий принцип палеоативной помощи – это обеспечение партнерских отношений между пациентом и поставщиками медицинских услуг, обеспечение партнерства между поставщиками медицинских услуг, услуг и членами семьи, для того, чтобы обеспечить и поддержать членов семьи, поддержать потребности членов семьи, потому что одна из основных задач палеоативной помощи – это добавить жизни в дни пациента, а не дни в жизни. То есть обеспечить нормальное функционирование, нормальную жизнь, независимо от того, каким хроническим тяжелым заболеванием страдает тот или иной пациент. Палеоативная помощь помогает получить доступ к необходимым медикаментам или к медицинским услугам и в соответствующие учреждения медицинского обслуживания. Вы знаете, у нас есть определенный принцип поступления пациента в больницу через приемный покой, через оформление колоссального количества документаций, и это все занимает большое количество времени. А так как в настоящее время лечебные учреждения перегружены, это могут быть часы, а больной, страдающий хроническим заболеванием с мощным аллогическим синдромом, он не в состоянии выдержать нахождение в таких помещениях. Соответственно, задача сотрудников, работающих в палеоативных структурах, это обеспечить пациенту получение необходимых для него медицинских услуг или посещение того или иного медицинского учреждения для получения лекарственной помощи, хирургической помощи, вплоть до привлечения различных служб или других специалистов, других профилей с учетом потребностей самого пациента и с учетом потребностей его семьи, в отличие от оказания ургентной помощи. При проведении палеоативных мероприятий всегда учитывается потребности и пациента, и членов его семьи. Как это происходит? Палеоативная помощь предлагает всем членам семьи или людям, которые проживают с пациентом, не являясь его членами и ухаживают за ним, системы поддержки. Это могут быть системы поддержки на уровне общения с государственными структурами, это могут быть системы поддержки на уровне общения с медицинскими учреждениями, это могут быть привлечения религиозных общин для того, чтобы комплексно помочь семье справиться с болезнью пациента или, например, с утратой пациента, включая потребности и детей пациента в том числе. В этом плане палеоативная помощь носит не только медицинский характер, она носит характер социальный и во многих государствах, особенно в тех государствах, где больше половины населения стоящего, это является уже государственной программой и имеет государственную направленность и страховое обеспечение. Безусловно, палеоативная помощь не может оказываться одним человеком и в рамках оказания палеоативной помощи используется командный подход для удовлетворения потребностей и пациентов, и их семей, включая и ситуации ухода пациента из жизни, ситуации смерти, ситуации утраты пациента и оказывают поддержку и консультированием, и помощью с помощью каких-то фондов, и ведением родственников пациента в острый период утраты родственника. Потому что основной принцип палеоативной помощи, еще один принцип, это повышение качества жизни, которое может повлиять положительно на течение болезни пациента. Пациент не должен быть брошен. Если он находится среди своей семьи или среди людей, которые к нему внимательны, которые занимаются его проблемами, учитывают его проблемы, беспокоятся его состояния, ухаживают за ним, и, безусловно, это влияет на течение болезни. Ну, на мой взгляд, важно определить, кто же нуждается в палеоативной помощи. В общемировом масштабе палеоативная помощь необходима примерно в 60% всех смертельных случаев. В настоящее время это приобретает еще более значимые масштабы, особенно в периоды всплесков инфекционных заболеваний, потому что даже излечение от инфекционного заболевания имеет отдаленные последствия. Например, вы знаете о таких терминах, как постковидный синдром или лонгковид, которые наблюдаются у пациентов спустя 3-6 месяцев после перенесенного инфекционного заболевания. И любое инфекционное заболевание декомпенсирует имеющиеся хронические заболевания, иногда приводя их в ранг неизлечимых или запуская иногда неизлечимые процессы. Соответственно, палеоативная помощь в настоящее время требуется не только онкологическим больным или больным детям. Палеоативная помощь требуется пациентам с широким спектром медицинских заболеваний, которые могут угрожать жизни. А в условиях обострения инфекционных заболеваний эти люди выходят на первый план по оказанию их помощи. Во-первых, предупреждение инфекционного заболевания. Вы видите, что государственные программы подразумевают проведение вакцинации прежде всего людей, которые находятся в группе близкой. Это люди, страдающие хроническими заболеваниями, угрожающими жизни. Это люди взрослого возраста. Это люди, которые имеют сниженный иммунитет обусловленным лечением хронических заболеваний. Соответственно, то, что мы имеем в статистических показателях, обратите внимание на слайд, сердечно-сосудистые заболевания, 38,5% пациентов нуждаются в палеотивной помощи. Онкологические заболевания, 34% независимо от стадии заболевания, хронические заболевания органов дыхания, 10%, СПИД почти 6%, больные, страдающие с сахарным диабетом 1-2 типа до 5%, и генетически врожденные заболевания 27%, не говоря о тех состояниях, которые ведут к смертельным исходам. мы уже определили с вами, и мировая статистика говорит о том, что 60% смертельных случаев в следствии заболевания нуждаются в оказании палеотивной помощи и самому пациенту, приведении этого пациента в терминальных стадиях и членам его семьи. также палеотивная помощь требуется пациентам не только тем, которые находятся в терминальной стадии, она требуется пациентам, которые имеют широкий спектр тяжелых соматических состояний или широкий спектр медицинских состояний, которые вызваны недостаточностью или снижением функций различных систем и органов. Это могут быть и заболевания почек, которые приводят к почечной недостаточности, это могут быть хронические заболевания печени, это и системные заболевания, например, такие, как ревматоидный артрит, рассеянный склероз, системная красная волчанка, заболевания кожи, имеющие хроническое течение, например, больные с тяжелым течением или с системными поражениями не только кожи, но и органов при псориасе, это различные варианты неврологических хронических заболеваний, это больные с психическими расстройствами, в том числе больные с деменциями, это пациенты, которые имеют врожденные пороки развития, не только врожденные пороки сердца, но и врожденные пороки других систем и органов, это больные, страдающие хроническими инфекционными заболеваниями, например, туберкулез, который может быть лекарственно устойчивым, и чаще всего такие больные находятся очень долго в лечебных учреждениях, и качество их жизни значительно снижено. Соответственно, мировым данным ежегодно около 20 миллионов человек нуждаются в палеотивной помощи в свой последний год жизни. При этом еще большему числу людей требуется палеотивная помощь до наступления их последнего года жизни. То есть об этом я уже говорила, и это мы видели на предыдущих слайдах. 78% пациентов, страдающих хроническими соматическими заболеваниями и хроническими системными заболеваниями, носящими неизлечимый характер, живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Когда человек заболевает таким и входит в состояние хронической болезни, безусловно, его трудовая активность снижается, он может утрачивать свои трудовые способности, он теряет работу, он может находиться на пенсии в связи с соматическим заболеванием или пенсией по инвалидности, и доходы таких пациентов снижаются, и можно сказать, что большинство из пациентов, которые имеют хронически неизлечимые заболевания, находятся на уровне низкого или среднего уровня дохода. И качество жизни этих пациентов, безусловно, очень низкое. И то, что касается детей, 98% детей нуждаются в палеоактивной помощи. Они также живут в странах с низким и средним уровнем дохода, и при этом почти половина из них живет, например, в Африке. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, например, в 2014 году только 14% людей, нуждающихся в палеоактивной помощи, в конце жизни действительно ее получали. И в связи с этим вы помните, то есть Всемирная организация здравоохранения стала активно с 2014 года внедрять палеоактивную помощь в структуры медицинских организаций на уровне государств во все страны мира. Но, безусловно, в зависимости от статуса и доходности страны оказания палеоактивной помощи имеет свои сложности. Но, тем не менее, сейчас на уровне всех государств и правительств приняты, по крайней мере, законы об оказании палеоактивной помощи, сделаны инструкции об оказании палеоактивной помощи и самим пациентам, и членам их семьи, для того, чтобы позволить пациентам спокойно, качественно проживать свой последний год жизни и уходить достойно в соответствии с их жизненным циклом. Всемирная организация здравоохранения обосновала обязанности государств по предоставлению палеоактивной помощи. И в эти обязанности входит, прежде всего, обеспечение доступности палеоактивной помощи. Это не просто этический момент здравоохранения, это не просто одна из задач здравоохранения. Это должно быть обязательством в силу международного законодательства по правам человека было опубликовано в этих представлениях об оказании палеоактивной помощи. Потому что право на палеоактивную помощь и обезболивание признается правом человека на здоровье. А право на здоровье гарантируется международными и региональными договорами по правам человека, включая, например, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, это статья 12, и Конвенцию о правах ребенка, статья 24. Соответственно, существуют мировые обязательства государств, существует регламент по обязанности государства в рамках предоставления палеоактивной помощи. Договор о праве на здоровье был ратифицирован всеми странами мира, за исключением Сомали и Соединенных Штатов Америки, потому что в Соединенных Штатах Америки существуют свои концепции, оказания палеоактивной помощи. Какова же роль палеоактивной помощи, каковы преимущества палеоактивной помощи по сравнению с ургентными процессами или по сравнению с теми видами медицинских услуг, которыми мы привыкли с вами видеть в любом медицинском учреждении. Палеоактивный подход предлагает множество преимуществ и пациентов, и я еще раз хочу подчеркнуть, что не только пациентов, но и членам их семей и медицинскому персоналу в целом. Вот, например, некоторые из них – это снижение потенциального стресса для пациентов и их семей, вызванного переводом в учреждение неотложной помощи, сокращение приема или перевода пациентов в учреждение неотложной помощи, что увеличивает роль и участие самого пациента и его семьи в принятии решения об оказании помощи, обучение пациента и членов его семьи навыком управления элементами палеоактивных услуг. Это увеличивает участие пациентов и их семей в принятии решения о состоянии пациента, об информированности и пациента, и членов семьи о текущем заболевании, о рисках любой помощи, которая может оказываться в учреждении неотложной помощи, о пользе той или иной медицинской манипуляции. И, безусловно, самое главное – это повышение качества жизни, потому что повышение качества жизни влияет на течение болезни. Обучение пациентов принятию тех процессов, которые происходят, на которые не может повлиять современная медицина. особенно таких, как смертью или долгое умирание. То есть помощь и пациенту, и его родственникам в подходе и к смерти, и к умиранию, приниманию их такими, какие они есть, что позволяет, безусловно, и планировать какие-то элементы, связанные с уходом, и планировать общение семьи и пациента, и качественное проживание жизни в последние ее периоды. Палиативная помощь не только оказывает потенциальное воздействие, основная задача – это снижение потенциального стресса, вызванного любым заболеванием, и повышение качества жизни, которое, опять же, еще раз хочу подчеркнуть, влияет на течение болезни. Это с одной стороны. С другой стороны, в рамках палиативной помощи представляются возможности для пациентов в качестве облегчения и болевых процессов, контроля болевых процессов, для контроля над общим состоянием пациента и боли и физическими симптомами, которые причиняют страдания пациенту. И в той обстановке, которая в большей степени знакома или привычна пациенту, предлагая варианты проживания или в семье, где медицинский персонал может оказывать помощь в виде амбулаторных посещений, или в обстановке, знакомой пациенту, близкой к семье, в хосписных учреждениях, для того, чтобы обеспечить постоянный системный уход и облегчить страдания не только самого пациента, но и членов его семьи. И, соответственно, палиативная помощь помогает пациентам обрести силы и душевное спокойствие, чтобы они были в силах продолжить обычную повседневную жизнь, чтобы они были в силах переносить все тяготы терапии, особенно тех манипуляций, которые проводятся инвазивного и неинвазивного характера, и принятие медикаментов, которые могут причинять страдания, например, варианты химиотерапии, помогают пациентам лучше понять выбор своего лечения, выясняют, какие ценности придерживается, имеет пациент, каких ценностей он придерживается, и, соответственно, используя эти ценности, он тоже облегчает страдания пациента и членов его семьи для оказания помощи с учетом этих особенностей, и привлекает общегосударственные или культурные ценности, которые присущи для этой страны или для этого социума. Поэтому очень значимо знать, какие ценности есть у пациента, какие цели и задачи он себе ставит в конце своей жизни, и какие культурные ценности у него имеются имеются тем людям, которые оказывают палеотивную помощь. Сейчас у нас по времени должен быть перерыв на 10 минут. К сожалению, условия технические не позволяют мне остановить это связано с записью, поэтому я предлагаю тем, кто хочет сделать перерыв, сделать его и потом вернуться к прослушиванию лекции. У вас такая возможность имеется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжаем нашу лекцию и еще раз хочу подчеркнуть, что помощь пациенту в обретении сил душевного спокойствия для того, чтобы продолжать их нормальную, рутинную, повседневную жизнь в тех условиях, в которых они существуют, возможно, только с обсуждением и принятием тех процессов, которые происходят. Поэтому обязательно должны поощряться открытые, ранние обсуждения процессов смерти и умирания в рамках болезненного процесса или в целом все зависит от эмоционального состояния пациента и его родственников, от их желания знать об необходимой информации, что позволяет им потом заранее планировать эти неизмежные процессы и заранее планировать уход, но в то же время может положительно повлиять на течение болезни пациента. Почему? Потому что планирование последних дней жизни, оно позволяет структурировать и жизненное пространство, и структурировать этапы жизненного процесса любого человека, который находится в или вокруг этой системы, то есть и больного, и его родственников, и провести достойно последнее время, которое суждено этому пациенту находиться на земле. Это метафора, то есть тот временной промежуток, который отведен данному пациенту в рамках его жизненного цикла. И еще одно преимущество палеоативной помощи это предоставление возможностей, особенно для контроля болевых симптомов, привычной для пациента обстановки, для обеспечения его и ему семьи постоянного и непрерывного ухода. Для этого существуют и бригады, которые оказывают палеоативную помощь, и амбулаторные структуры, которые могут оказывать палеоативную помощь. Об этом я расскажу чуть позже. Итак, то, что вы должны знать и запомнить. Основные задачи палеоативной помощи это не только облегчение боли и физических симптомов, которые причиняют страдания пациенту, независимо от того, каким заболеванием он страдает. Это и возможность духовного, психологического и социального комфортного существования пациента. Палеоативная помощь должна отвечать духовным, психологическим и социальным потребностям и пациента, и его семьи, учитывать этнические, культуральные, личностные ценности пациента и членов его семьи и оказывать все виды помощи с учетом культурных ценностей, с учетом этнических компонентов, с учетом личных ценностей пациента и членов его семьи. Как же организованы службы палеоативной помощи в настоящее время? Службы палеоативной помощи могут оказывать и консультативные услуги, они могут оказывать и медицинские услуги, и соответственно службы палеоативной помощи могут действовать как консультативная служба при любом стационаре или поликлинике. Службы палеоативной помощи могут быть при общественных организациях, амбулаторных учреждениях и службах помощи на дому с целью координации, если необходима работы и стационара или других медицинских учреждений для оказания всеобъемлющей помощи медицинского и немедицинского характера пациенту и какой-то социальной поддержки пациенту и членам его семьи. Например, медицинские работы, которые занимаются лечением СПИДа, должны быть знакомы с основными принципами оказания палеоативной помощи для того, чтобы самостоятельно справляться с распространенными проблемами и без необходимости не направлять пациента к специалистам по палеоативной помощи, потому что многие больные, которые страдают этим заболеванием, они пытаются скрыть это заболевание и существует стигма все-таки в социуме, которая мешает пациенту получать достойно все услуги, которые должны ему оказываться. Поэтому тут работает этический принцип, например, и с другой стороны пациенты, страдающиеся СПИДом, они в большей степени доверяют своему лечащему врачу и не всегда хотят общаться с сотрудниками других консультативных служб, при стационарах и поликлиниках. Это все обязательно должно учитываться. Вот, например, на слайде представлено взаимодействие между различными структурами. Это и службы социальной и юридической помощи. И группы взаимопомощи и добровольные объединения и фонды. И службы помощи на дому амбулатории и хосписы. И медицинские диспансеры учреждения традиционной и нетрадиционной иногда медицины. Стрелочками показаны возможности предоставления помощи, обращения за помощью. и более жесткие стрелочки это направление за помощью. Например, службы социальной и юридической помощи имеют право взаимодействовать с группами взаимопомощи, например, или с районными больницами специализированными по лечению. Эта табличка, этот слайд демонстрирует особенности помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Соответственно, любая служба и юридической или социальной помощи, которая оказывает палиативные услуги, имеет право взаимодействовать с районными больницами, специализированными больницами по лечению ВИЧ-инфекции, специалистами службы специализированной помощи, с медицинскими центрами, диспансерами, которые оказывают медицинскую помощь. А пациент сам, который в ней нуждается, он имеет право обращаться за ее помощью, и получать услуги от любой структуры, которая входит в этот комплексный раздел оказания палиативной помощи хроническим больным. И еще о чем мы должны сегодня поговорить, об нескольких понятиях. Очень часто в обуарлицком аспекте палиативную помощь приравнивают к оказанию хосписной помощи. То есть было даже раньше сравнение хосписная или палиативная помощь. Но на самом деле хосписная помощь это всего лишь раздел палиативной помощи, это тип палиативной помощи для тех, кто находится в конце жизни. Некоторые страны не имеют различия в этих понятиях. Палиативная она же хосписная помощь. В Соединенных Штатах имеют соразличие между двумя этими терминами в силу того, что хосписные структуры оказывают помощь для умирающих людей, а палиативная помощь оказывается людям, которые страдают тяжелыми, хроническими, трудно излечимыми или неизлечимыми заболеваниями. Другие страны такого различия не делают. И соответственно еще раз хочу подчеркнуть, что хосписная помощь это подтип палиативной помощи. Палиативная помощь это не только помощь больным, которая находится в конце жизни. Палиативная помощь может быть оказана с момента постановки диагноза хронического неизлечимого заболевания или угрожающего жизни заболевания или повреждения систем и органов вызванными травмами или какими-то другими внешними воздействиями. Палиативная помощь может предоставляться одновременно с лечебным планом хосписа. То есть еще раз хочу подчеркнуть, что хосписная служба первое было понятие это помощь или уход за умирающими больными. Обе службы основываются на одной и той же философии. Уменьшение выраженности симптомов болезни или старости, нивелирование болевого аспекта и улучшение качества жизни любого пациента, который страдает хроническим трудноизлечимым заболеванием. Хосписная помощь в современном аспекте она относится в большей степени к философии ухода, который направлен на поддержку достойной смерти или хорошего опыта смерти для тех, кто страдает неизлечимой болезнью. Когда мы с вами начинали изучение палиативной помощи, я говорила о том, что первые хосписные службы появились еще в прошлом веке и самые первые хосписные службы были при монастырях, где ухаживали за тяжело больными, смертельно больными людьми. В настоящее время существуют отдельные хосписные учреждения, которые оказывают уход и лечение пациентам страдающим неизлечимыми болезнями, которые приводят к смерти. В хосписной помощи в настоящее время, так как это не только заведение, это в целом помощь умирающим, и соответственно в структуру оказания помощи входит большая междисциплинарная команда профессионалов, медработников и волонтеров, которые могут оказывать и умеют оказывать медицинскую, психологическую, духовную поддержку пациентов и их семьям с целью уменьшения симптомов болезни или старости. Как оказывается палеотипная помощь? Для того, чтобы оказывать специализированную помощь или агентную помощь, существуют другие медицинские структуры учреждения. Соответственно основные методы первичной палеотипной помощи включают в себя прежде всего физический уход, психологическую, эмоциональную и духовную поддержку, планирование и координацию и перемещение пациента и помощи в социальных этических аспектах, психологических аспектах и коммуникации пациента с социумом, коммуникации пациента с медицинскими структурами, коммуникации пациента с родственниками. Кто нуждается в физической помощи? В физической помощи и поддержке нуждаются такие симптомы. Но прежде всего боль. Боль независима от причины возникновения. Боль всех типов. На втором месте стоят респираторные проблемы. Это отдышка и кашель в рамках неизлечимых заболеваний. На третьем месте в уходе и помощи физической нуждаются желудочно-кишечные проблемы. Они перечислены на слайде от нарушения физиологических отправлений до воспалительных процессов полости рта, например, связанных с какими-то медицинскими инструментами или постоянное оказание медицинской помощи, например, интубирование или связанные со снижением иммунитета у пациентов, страждающих неизлечимыми заболеваниями. То есть в уходе или физической помощи нуждается любой пациент, который имеет или боль, или респираторные проблемы, или желудочно-кишечные расстройства, или какие-то раны, язвы, кожные высыпания, повреждения кожи. Любой пациент, который имеет нарушение сна или расстройство психической сферы вплоть до бредовых или ливиозных состояний, обусловленных интоксикационным процессом, обусловленных токсическим воздействием, например, какого-то объемного заболевания, то есть распадом раковой опухоли. Соответственно, причинно-следственные связи тоже нужно учитывать, и это бред, не вызванный там, например, шизофреническим процессом, это бред в рамках основного заболевания, обусловленным интоксикационным воздействием на центральную нервную систему, то же самое касается нарушений сна, это в рамках психиатрической помощи, и то же самое касается болевых процессов, поэтому физическая помощь и уход, они должны включать системный подход к пациенту и оказание любых, оказание помощи при любых его проблемах. когда нужно задумываться о том, что состояние пациента может быть связано с другими проблемами, с сопутствующим заболеванием, с интоксикацией, с конкурентными инфекциями или, например, с декомпенсацией имеющихся у пациента соматических состояний, которые не приводят к летальному исходу, это когда пациент жалуется на постоянную утомляемость, когда есть потеря аппетита, когда есть признаки анемии, когда пациент все время сонливый или вялый, а раньше этого не было, то есть это не входит в клинические проявления того заболевания, которое имеет необратимый характер и приводит к смерти, когда возникает, например, потливость или колебание температуры, это говорит о том, что соматическая сфера декомпенсирована, и если это симптомы не связаны с основным заболеванием, помощь по поводу которого оказывает лечебное учреждение или амбулаторная служба, то безусловно нужно обращать внимание на вот такие общие симптомы и направлять пациента на консультацию к узкому специалисту. Эти правила прописаны и для медиков, медицинских работников, которые оказывают палиативный уход, а так в структуре помощи пациентов входят и волонтеры, не имеющие медицинской специальности, и сотрудники фондов, которые тоже могут не иметь медицинской специальности. Поэтому задача медицинского работника, который оказывает палиативную помощь, обучать навыкам ухода и наблюдения за пациентом, всех лиц, которые оказывают палиативную помощь этому пациенту, в том числе их родственников тоже. Кто нуждается в психологической и эмоциональной и духовной поддержке? Безусловно, все пациенты. Потому что все пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями, они уже имеют свои психологические проблемы, они имеют эмоциональные нарушения пограничного спектра, они могут становиться религиозными в терминальной стадии своей жизни или наоборот утрачивать веру, когда понимают, что уход неизбежен. И в этом плане не только какие-то отклонения от нормативных для данного пациента особенностей в психологической, эмоциональной или духовной сфере нуждаются в помощи. Особого внимания требуют психологические расстройства, которые есть у пациента, состояние тревоги, духовные потребности, экзистенциальные проблемы, которые возникают у пациентов в терминальной стадии, наличие депрессии, которая может сопровождать любое соматическое заболевание, утрата как будто из близких родственников, это то, что касается пациента. Безусловно, страдают и члены семьи, и лица, которые ухаживают за больным. Соответственно, в потребностях психологической, эмоциональной, духовной поддержки нуждаются члены семьи, лица, ухаживающие за больным. И они же нуждаются не только когда они ухаживают за больным, но и тогда, когда уже происходит уход пациента, после утраты близкого человека. И в этом плане палиативная помощь, она продолжается и после ухода по отношению к членам семьи этого пациента. И поэтому этот момент входит в структуру планирования и координации палиативной помощи. Планирование палиативной помощи в терминальной стадии должно обязательно включать этапы ухода в последние недели дни жизни, обеспечение пациента лекарственными препаратами, особенно опиоидами, доступ к ним, особенно в последние недели дни жизни. Определение психосоциальных духовных потребностей пациента и других специалистов, которые оказывают помощь пациенту, дабы не навредить, потому что сказанное какое-то неблагоприятное слово или недосказанность при проведении медицинских процедур иногда отягощает состояние пациента. Соответственно, еще одна задача это определить имеющиеся виды поддержки ресурсов. Кто, где, когда оказывает помощь, разрабатывать и осуществлять план оказания помощи, может быть подключать транспортные бригады, которые будут помогать пациенту получить доступ к отдаленным медицинским, отдаленным от его местожительства или пребывания медицинским учреждениям. и все виды поддержки, все ресурсы должны быть основаны на потребностях пациента, нуждающегося в палеоативной помощи. Как обеспечивается коммуникация? Соответственно, возникает кто и где будет обеспечивать коммуникацию пациента и его родственников с лечебными учреждениями? И зачем нужны такие варианты коммуникации? Поэтому вопросы коммуникации включают в себя не только диагноз, прогнозы лечения пациента, но и обеспечение связи пациента, членов семьи, его лиц, укаживающих за ним с другими структурами, которые могут дать ответ на вопросы диагноза, прогноза, лечения, других симптомов их терапии или те, которые могут оказать помощь по данным вопросам и в том числе по другим вопросам и социального характера тоже. Это могут быть жилищные какие-то организации, это могут быть и другие проблемы социального характера, это могут быть проблемы или вопросы связанные с уходом в последние дни, уходом за пациентом в последние дни или недели жизни. Соответственно, следующий пункт в рамках коммуникативных процессов и обеспечения коммуникативного процесса, это определение приоритетов членов семьи, пациента или лиц, которые обеспечивают уход. Что делается в первую очередь обязательно, что желательно и кто и где и как должен оказывать такой вариант помощи и коммуникации пациента и членов ее семьи социальными структурами. Следующий момент, это предоставление пациенту и лицам, обеспечивающим уход, любой информации, рекомендации, знаний, умений, навыков, которые имеются в определенной структуре или в определенном лечебном учреждении или которые соответствуют тем ресурсам, которые необходимо использовать или есть возможность использовать в рамках оказания палеоативной помощи. Это могут быть и фонды, еще раз хочу подчеркнуть, это могут быть амбулатории, это могут быть стационары, это могут быть социальные структуры. То есть в этом плане любые вопросы коммуникации в рамках компетентности данного подвида палеоативной помощи значимы и они влияют на качество жизни пациента и его членов семьи и на уход и качество ухода пациента в последние дни недели жизни. ну безусловно не каждый человек в состоянии определить потребности и бывают варианты злоупотребления то есть это жизнь это ожидаемые моменты и поэтому для того чтобы строить план коммуникации для того чтобы строить план оказания палеоативной помощи группе пациентов или конкретному пациенту нужна объективизация данных объективизация данных во всем мире проводится с использованием дополнительных методов например вот таких как краткие скрининговые шкалы которые валидизированы во всех странах как в бедных так и в богатых имеют адаптивные компоненты для определенных стран например показатели результатов палеоативной помощи адаптированы африканская ассоциация палеоативной помощи имеет свою специфику а вот а эдмонтанская шкала оценки симптомов она прекрасно работает в разных странах при валидном переводе на язык той страны где она используется используются показатели результатов палеоативной помощи в каждой стране то есть они имеют тоже свои статистические параметры и определенные варианты проверки то есть вот такой скрининг проводится во всех странах и на государственном уровне в рамках оказания палеоативной помощи простраиваются приоритеты с учетом финансовых возможностей страны с учетом развитости развитости сети медицинских учреждений и возможностей оказания различных вариантов медицинских и немедицинских услуг и в заключение хотелось бы отметить несколько моментов значимых в настоящее время и в мире да но прежде всего палеоативная помощь это не просто уход да то есть это комплекс мероприятий который включает и лечение основного заболевания и симптоматическое лечение других состояний которые есть у пациента и помощь всеобъемлющую помощь при терминальных состояниях помощь в уходе за пациентом помощь в медицинских манипуляциях помощь в социальных коммуникациях помощь людям которые окружают этого пациента и эмоциональная поддержка и этические аспекты и духовная поддержка может быть и религиозная какая-то поддержка если это приемлемо для данной семьи пациента или в тех или иных культуральных условиях палиативная помощь оказывается не только в больнице палиативная помощь может оказываться на дому она может оказываться в хосписе она может оказываться в любой больнице и во многих больших городах есть отделение палиативной помощи или амбулаторная служба которая оказывает палиативную помощь Качественную и многогранную, как мы сегодня обсуждали в лекции. И еще один момент. Палеоактивная помощь предоставляется независимо от того, это терминальная стадия заболевания, то есть это хосписный вариант помощи, или это хроническое неизлечимое заболевание, или это заболевание детства, или это генетическая аномалия. Палеоактивная помощь предоставляется при любом заболевании, если требуется длительное симптоматическое лечение острого или хронического заболевания. Палеоактивная помощь может проводить или помогать проводить постоянную терапию, которую и ранее получал пациент. Но то, что касается симптоматического лечения, например, санации полости рта, или ухода за кожей, или минимизации психических нарушений у пациента, то есть все это вполне может оказывать палеоактивная помощь. Палеоактивная помощь предоставляется в рамках симптоматического лечения, например, если пациент или может предоставляться, если пациент отказывается от лечения своего заболевания и хочет получать только палеоактивную помощь. Например, некоторые больные онкологическими заболеваниями считают, что не нужно вмешиваться в процесс болезни, и они будут уходить так, как им жизнь предсказала. И, соответственно, в этом случае пациент тоже нуждается в симптоматическом лечении, особенно в терминальный этап или в последние недели и дни своей жизни, и он имеет право на палеоактивную помощь. И, соответственно, и таким пациентам она должна оказываться. Палеоактивная помощь может оказываться пациентам, если лечение основного заболевания не разработано или недоступно для пациента. Например, необходимость в пересадке органов при отсутствии или недоступности такой помощи в стране или недоступности в этом регионе для пациента. Если даже симптоматическое лечение проводится адекватно, то многие больные достигают более качественного состояния. И на фоне адекватного лечения симптоматического в целом общее физическое состояние улучшается иногда. И это позволяет пациентам достойно проживать свои последние дни, а не ждать, когда жизнь закончится. Иногда палеоактивная помощь может предоставляться больным, если на фоне адекватной терапии состояние пациента постоянно улучшается. И в этом случае в основном забота и палеоактивный уход приобретают основное значение и основную роль в курации и ведении такого пациента. Палеоактивная помощь может предоставляться, если данные физикального и других исследований свидетельствуют о том, что на фоне лечения состояние пациента не улучшается или не достигаются ожидаемые результаты лечения. И в этом случае нужна, безусловно, постоянная симптоматическая поддержка каких-то нарушений в состоянии пациента, ведение симптоматического пациента, уход за ним, создание адекватных коммуникаций, включение и забота под помощь семье пациента, людям, которые оказывают за ним уход. Для обеспечения качественной жизни пациента. Если у вас возникли вопросы к лекции, вы пишите, пожалуйста, в ленту и на практических занятиях мы обсудим ваши вопросы и найдем ответы на них. И в заключение я хотела бы представить вам инструкцию по оказанию палеоактивной помощи, опубликованную Министерством здравоохранения Российской Федерации, которая содержит основные моменты, связанные с оказанием палеоактивной медицинской помощи в нашей стране. Основной концепции оказания медицинской помощи и места, где проводится палеоактивная помощь. И можно сказать, что данная методическая рекомендация является выводами к сегодняшней лекции введения в палеоактивную помощь. Еще раз хочу повторить, что палеоактивная медицинская помощь – это система мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми, тяжело протекающими, угрожающими жизни заболеваниями. Это не только терминальное состояние. Основная цель палеоактивной медицинской помощи – это эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания или сопутствующих заболеваний в терминальный период жизни пациента в том числе. Оказание палеоактивной медицинской помощи в Российской Федерации осуществляется медицинскими организациями и иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность – государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, с учетом права пациента на выбор врача и медицинской организации. Способы оказания палеоактивной помощи в Российской Федерации могут быть в стационаре, на дому, амбулаторно или амбулаторно в амбулаторных учреждениях или в кабинетах палеоактивной помощи и в хосписах. Палеоактивная медицинская помощь в Российской Федерации оказывается пациентам с различными формами злокачественных новообразований, пациентами с органной недостаточностью в стадии декомпенсации при невозможности достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента, пациентам с хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в терминальной стадии развития, пациентам с тяжелыми необратимыми последствиями нарушения мозгового кровообращения, нуждающимся в симптоматическом лечении и обеспечении ухода при оказании медицинской помощи, и пациентам с тяжелыми необратимыми последствиями травм, нуждающимся в симптоматической терапии, обеспечении ухода при оказании медицинской помощи. Отдельно выделяется палеоактивная медицинская помощь детям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, детям с генетическими аномалиями, детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями нервной системы, сердечно-сосудистой системы, детям со злокачественными онкологическими заболеваниями, не только гематологического профиля, детям, имеющим психические и поведенческие расстройства, и детям, имеющим труднокурабельные, неизлечимые соматические или системные и органные заболевания. Спасибо большое за внимание. Следующая лекция у нас будет через неделю. Продолжение следует...